приветствую вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет и давайте вспомним сегодня нечто очень и очень хорошее потому что хорошим надо делиться и чем больше тем лучше этот плохим надо стыдиться делиться а вот хорошее надо возвещать хорошее надо проповедовать и мы поговорим о новых чудесах преподобного сергия радонежского потому что господь сподобил нас жить достаточно длительное время возле обители преподобного сергия и все это время мы наблюдаем множество милости божией и не только нам а вообще вот как епифаний премудрый уже говорил о преподобном сергии что он был как бы источник благопотребный для каждого кто шел к нему обращаясь с той или иной нуждой да и вот не только при жизни преподобного сергия даже больше неизмеримо больше тогда когда он уже вместе с господом в обитель святой троицы постоянно посещает свою обитель он являет множество помощи и старцы лавры и молодые монахи миряне сподобляются этой удивительной помощи вот сразу вспоминаю как в 2010 годах один студент семинария причем он вел очень такой знаете образ жизни ну расслабленный недисциплинированный иногда выпивал часто у него были нарекания со стороны инспекции и вот значит они он уже доучился до 4 курса семинария и у него самого возникла такая вот тоска какая-то вот беспросветность в душе вот не знает ради чего жить но и вот он идет по переходному корпусу это корпус такой длинный который соединяет семинарский корпус с лавры и вот он идет и вдруг видит старца с химической одежде и что-то сразу привлекло что такое не отмирное и он подошел и они вместе пошли стали разговаривать и вот он потом вспоминал что а вот это старец говорил с такой любовью с такой добротой и лаской вот никогда он этой доброты и любви не встречал на вот этот студент на земле и вот хотелось его слушать слушать и они дошли вместе уже в лавре до троицкого собора заходит туда и студент хотел приложиться к мощам преподобного сергия вдруг оборачивается этого старца нет и вот он с этого момента поменял свою жизнь решительно и уже через год подал прошение в лавру чтобы уйти монахом в лавру ну в начале послушник потом лавру но так как он до того времени ввел такой расслабленный образ жизни недисциплинированный ему написали плохую характеристику хотя он полностью уже вот поменял себя и не сразу его постригли в монахи сейчас он иродякон и вот он конечно вспоминает и говорит что так вот сам преподобный сергий явился ему призвал его потому что преподобный сергий он живой это вот мы мертвы и из-за грехов своих мы мертвы идем к нему живому обращаемся в наших молитвах и он слышит и он помогает но хочется прежде всего конечно о старцах лавры о тех кто сами подобны преподобному сергию радонежскому вот когда лавра только-только возрождалась 1946 год и вот до этого года гонений закрыли обитель да помните вскрытие мощи преподобного сергия там спасали их и главу преподобного сергия спасали да чудесным образом удалось все это конечно сохранить и вот в 46 год собираются братья и вернулись некоторые ну их осталось очень мало тех дореволюционных монахов и среди них был как раз отец иосиф а в схеме он с хиархимандрит и оси и евсеенок фамилия его евсеенок в схеме и оси и до этого был отец иосиф и он постриженек черниговского гефсиманского скита это дискид именно лаврский скит причем пришел он туда в начале двадцатого века будучи всего лишь восьмилетним мальчиком а там с киту него постригся отец и вот представьте представляете да что еще будучи ребенком он посвящает себя монашество то есть это не только в древние времена когда скажем там преподобный сава священный вот так вот посвятил себе там некоторые еще и по-моему кстати да вот племянник преподобного сергия затем святитель федор в начале и она потом святитель федор ростовский он тоже с малых лет посвятил себя монашеской жизни но и в наши дни и в наши дни такие люди тоже встречаются всецело посвятившие себя господа и вот отец иосиф он был там иродиаконом и он помогал скита начальнику то есть руководителя скита и гумен с таким может быть непривычным для нас именем израиль отец израиль андреев так его звали и вот он отец иосиф был его послушником помощником а потом все гонение революция безбожная власть и закрывают обители и в общем конечно отец и израиль вместе с отцом иосифом какое-то время они были вот при храме архангела михаила там же вот не очень далеко от скита а потом значит как вот и и отца и ось и отца израиля сослали и в конце концов его расстреляли в тридцать седьмом году вот и он так завещал отцу иосифу что ну вот какие бы ни были грехи ты самое главное сохраняй девство да и этот завет он свято соблюдал и потом вот господь сподобил вернуться в обитель но дважды он был сослан и на десять лет вот в тридцать седьмом году он был сослан в республику коми и и там произошел с ним такой вот очень удивительный случай о котором он потом рассказывал своим ученикам в лавре и вот эти люди они дожили до нашего времени когда зимой он сильно разболелся воспалением легких и у него температура уже 40 вот даже за 40 с половиной там чуть за 40 было ну и в этом лазарете а это же к там заключенные да вот ссылка вот это коми асср и значит кому они нужны эти лагернике да никому и врачи вот видят что ну все там ночь ничего уже не поможет и в общем сказали что пусть вот его отнесут в холодное помещение потому все равно он умрет зачем занимать место в больнице и его вот в этом жару до больного воспалением легких с этой высокой температуры относит в промерзшие помещения и вот он там лежит и он молится и вдруг он видит как подходит к нему преподобный сергий и говорит о тех из вас кто в изгнании кто вне лавры я забочусь еще больше и протягивает ему просфорку и вот отец иосиф берет эту просфорку и чувствует какая она теплая горячая и он не скушал и причем он как впоследствии вспоминал что она по виду была именно лаврская просфорка и вот как только он вкусил эту теплую просфорку он тут же согрелся и утром приходит не только там врачи а и в общем ну могильщики те кто должны были уже похоронить его и вдруг они видят с удивлением что он живой здоровый невредимый их удивления предела нет но вот так вот преподобный сергий спас ему жизнь и потом он возвращается в сорок шестом году в обитель там через какое-то время его даже реабилитировали отменили все вот эти приговоры и он после этого был лаврским духовником но он о чем сокрушался он говорил что жалко что я не оставил хотя бы частицу вот этой просфорки это ведь была небесная просфорка и до сих пор вот есть люди которые помнят его отца иосиф схеме уже вон отец иосиф еще вот что интересно среди его наставлений как он говорил вот у нас библейский портал экзегет мы священное писание изучаем и он говорил так что я вот семи лет как он учился читать я читаю каждый день евангелие и вот читаю его уже каждый день 70 лет и никак не могу привыкнуть все время что-то вот новое там вижу то есть представляете какое у него было живое отношение к священному писанию что каждый день как-то вот что-то вот почерпал для себя да как из родника источника где все время вот новая новая вода прибывает и она напояет утоляет нашу жажду вот так и евангелие если мы с искренним сердцем относимся мы всегда будем потерпать что-то новое что нас оживляет и вот это удивительный пример и дальше вот конечно вы знаете такого архимандрита алипия воронова который был наместником псково-печерского монастыря вот и он в книге не святые святые у владыки тихона шевкунова очень ну активно там фигурирует его владыка тихо называет великим наместником псково-печерского монастыря потому что действительно по делам своим он был велик и он смог сохранить обитель псково-печерскую обитель от закрытия даже когда уже были предписания да а кроме этого он его усилиями удалось вернуть вот те похищенные церковные ценности которые фашисты увезли и потом удалось все это вернуть благодаря его усилиям но мало кто знает что до того как стать наместником вот в послевоенные годы он был как раз в лавре отец алипий в лавре причем у него же было образование художники вот он как иконописец и как реставратор трудился и в то время действительно было очень много работы вот когда он реставрировал трапезный храм то что получается что вот он ушел к себе в келью чтобы отдохнуть и вдруг во сне слышит как его кто-то пробуждает и видит преподобного сергий преподобный сергий ему говорит отец алипий что ты спишь иди скорее в храм он пробуждается встает и тоже взмолился преподобному сергий в общем поспешил храм и что оказалось оказалось то что а там же вот реставрация шла и они протирали алифы и там это масло какое-то и ветошью пользовались а известно ну мало кто про это знает что когда ветошь пропитана маслом она может возгореться от малейшего сквозняка и вот там так и получилось что ветошь стала разгораться уже вот даже та тумбочка на которой лежал ветошь она уже уже ну фактически загоралась да но и вот благодаря тому что преподобный сергий предупредил отца алипия удалось избежать такого пожара да то уж там леса же деревянные могло неизвестно что быть и вот преподобный сергий в таких случаях приходит помогает избавляет от какой-то великой беды среди лаврских старцев которых конечно мы должны помнить не забывать их был схиегумен селофиил мигачев причем да вот он прожил 96 лет и отошел ко господу в 1992 году и вот отец селофиил он прожил такую удивительную жизнь вообще он из простых крестьян сначала его звали даниил причем он шел по пути женатого в общем образа жизни он в 17 лет уже женился на феодоре да причем они так друг друга любили что готовы были вот всю жизнь пройти вместе и он впоследствии говорил что если бы супруга не умерла то он не ушел бы в монастырь настолько они вот жили душа в душе вот у них даже 11 детей родилось ну и тоже вот всякие притеснения его ссылали тоже в архангельский край и как он впоследствии вспоминал что вот тоже зимой вот утром когда просыпаемся в начале отдираем волосы от промерзшей почвы да а многие вообще даже не поднимаются уже умирали от холода но и там вот он выжил он был очень крепкого телосложения и господь конечно его сохранял и он хлебом делился с заключенными потом вернулся в войну помогал да там подвозил продовольствие нашим солдатам ну и были опасные очень ситуации как-то столкновение с немецким солдатом который приставил автомат к нему а он начал молиться богу даниил и вот этот немецкий солдат удивился он думал что все русские они коммунист а тут видит он молиться бога верующий не стал в него стрелять а второй раз когда снаряд прямо попал в лошадь которая вот везла телегу на ней сидел даниил да и вот взрыв он он конечно тоже получил некоторые ранения но тем не менее выжил а вот после войны уже когда супруга у него умерла то он ушел в монастырь и сама супруга ему перед смертью завещала чтобы он принимал монашество и вот он это исполнил и в лавре да тоже как один из учеников преподобного сергия его очень любили люди что он он им получается и мирскую жизнь полностью знал одиннадцать детей воспитал но и монашескую жизнь знал и вот как человек такой обладавший кругозором необычным и в духовном смысле разбиравшись то к нему шли и он и практически тоже подсказывал как детей воспитывать как что да и вот но были конечно такие вот искушения в то время в лавре был один человек который избивал монахов с попустительства конечно советской власти и отца Тихона Агрикова он избивал и отца Наума и вот отца Силофиила и вот он отец Силофиил вспоминал что вот он заведет в подвал и начинает вот бить в нем веса сто сорок пять килограмм он такой здоровый а во мне веса было девяносто пять килограмм но я был крепче его мог бы убить его одним ударом нельзя же потому что евангелие-то нам не разрешает этого и вот терпел и потом как-то вот получилось так что в один момент у отца Силофиила такое искушение что ну все наверное оставлю все и уйду и буду просто вот в миру служить и вот он очень быстро собрал свои вещи да там чемоданчик какой-то и вот он берется уже за ручку двери кельи своей чтобы открыть и уйти и вдруг сверху ложится другая рука и голос не уходи потерпи если претерпишь все то станешь настоящим монахом вот так преподобный Сергий его остановил и отец Силофиил вспоминал что он понял что это преподобный Сергий он даже заплакал от этих слов которые услышал остался того человека потом перевели из лавры этих искушений больше не было а отец Силофиил вот прожил такую длительную жизнь и там один из келейников его отец варнава он так рассказывал что однажды в теле батюшки вот он заснул и вот этому келейнику отцу варнаве ему какой-то плохой сон стал снится и и вдруг он слышит как отец Силофиил его будет и говорит не принимай гони эти мысли это это тебе враг нашептывает он пробуждается послушник отец Силофиил говорит отец Силофиил молился и говорит ну все все он уже ушел то есть отец Силофиил прозревал вот такие духовные реалии да и даже видел как враг внушает злые мысли его послушнику и вот такой удивительный старец которого преподобный сергий оставил свои обители вот он тоже как одно из украшений нашей святотройской сергиевой лавры а среди лаврских старцев также назову имя отца Михея знаменитый звонарь лавры который возродил ну точнее поддерживал это возрождение и дальше увеличивал развивал лаврские звоны игумен Михей Тимофеев который тоже вот поначалу он ну в миру как из крестьян и вместе с мамой претерпели они очень большие гонения когда он совсем маленький был Иван его звали то их раскулачили а раскулачили за чего из-за того что отец его он требовал с одного красноармееца вернуть долг а тот не хотел ну и донес на отца вот будущего отца Михея отца Михея тогда звали Иван а отец его Михаил и отец его был тоже очень крепкий сильный и про него говорили так Мишка Бог ну конечно немножко такое дерзкое наименование да но люди по-простому просто называли ради его силы и вот когда он просто этот отец его Михаил когда встретил красноармееца задолжавшим его на мосту он этого красноармееца перевернул потряс над этой пропастью так сказать на мосту и тот говорит все все верну скоро тебе деньги ну он его обратно поставил а тот пошел донес и говорит что надо их раскулачить хотя у них была всего лишь одна лошадь и они не были кулаками а были они середняками так считалось что вот есть одна лошадь значит они уже середняки не совсем бедняки но и не кулаки но тем не менее что получается что вот когда отец был на работе и мама отца Михеева с сыном своим находится и вдруг видит как с крыши летит солома выходит на улицу видит там уже собрались красноармейцы и они сбрасывают солому солому вместо крыши покрывала дом и говорит что же такое делать они говорят а суд постановил тебя раскулачить мы твой дом раскатываем разбираем на бревна для дров и в общем действительно как она не пыталась не сопротивлялась пришлось уступить и они вот так разобрали и потом долго долго они скитались вместе с сыном и будущий отец Михеев у него были еще очень такие серьезные заболевания и опухоль головного мозга и диабет там и из детских лет и много других и врачи говорили непонятно как он вообще живет и вот он приходит в обитель преподобного сергия будучи еще совсем молодые вот он поступил в семинарию и как-то он заходит в успенский собор и там отец тихон агриков стоял за свечным ящиком принимал записки и вот он увидел этого маленького это ивана взял его за нос притянул говорит ну когда ты придешь к нам в обитель он говорит о скоро приду то есть что-то у него в сердце откликнулось да да вот еще такой момент что отец Михей он долгое время не мог вырасти вот из-за своих заболеваний всевозможных он был маленький как ребенок а как только он пришел в монастырь он тут же начал расти и уже дошел ну до обычного такого среднего роста человека и конечно с его вот этими болезнями была такая особенность ну видимо и гормональный может быть сбой у него совершенно не росла борода на протяжении все жизни но вот когда он как молодой когда он молодой был то он как ангел просто выглядел такой чистый с чистыми глазами и ну собственно говоря эту ангельскую чистоту он пронес через всю свою жизнь и для монахов он был примером искренней такой верности богу до искреннего служения господу да и вот он принимает постриг и становится как раз и келейником отца тихона агрикова и был ему было дано ему одно видение которое он рассказал уже в самом конце своей жизни передал своим келейником ну и они поделились с нами что вот однажды он видит во сне как он заходит пытается зайти в троицкий собор но в начале какие-то темные силуэты не дают ему протиснуться но все-таки проходит внутрь и видит что рака с мощами преподобного сергия она находится посередине храма троицкого собора и лаврские монахи почерпают кружками мира а там действительно вся рака заполнена таким благоуханным драгоценным миром и вот они почерпают оттуда кружки с этим миром как потом отец тихон агриков объяснил это были дарование преподобного сергия которым он наделял каждого монаха то есть каждый кто приходит или поселяется посвящает себя преподобному сергию вообще служению господу как ученик преподобного сергию каждому от преподобного дается то или иное дарование и вот он видит как один протодиакон владимир а это был такой протодиакон который служил в лавре и он отличался просто удивительным голосом вот он берет эту кружку и капелька мира течет по краю кружки отец михея думает дай-ка я вот возьму хотя бы эту капельку вот он руки подносит и действительно капелька падает ему в ладони и начинает увеличиваться у него в руках и благоухать и вот на этом видение закончилось и отец тихон агриков который его наставник духовный говорит ему ты знаешь ты вот про этот сон никому не говори потому что господь тоже тебя наделит каким-то дарованием от преподобного сергия и уже вот он действительно он раскрыл этот сон уже в самом конце своей жизни а смысл в чем в том что у него открылось дарование удивительного звонаря он отличался таким уникальным музыкальным слухом и у него было чувство ритма чтобы звонить в колокола нужно чувство ритма причем диагнозы его которые медицинские они полностью этому противоречили потому что у него был поражен мозжечок там какие-то еще вот болезни опухоль головного мозга на протяжении все жизни там много десятилетий это было и у него согласно этим диагнозам должна была быть нарушена координация но когда вот он становился рядом с колоколами он вдруг включался в этот звон да он так чувствовал эту гармонию этот ритм что просто преображался и он действительно вот возродил лаврский дореволюционный колокольный звон вот отец михей один из учеников преподобного сергий который согласно дарованием от преподобного послужил святой обители конечно помощь преподобного сергий она открыта всем не только старцам да но и мирянам и даже тем кто вроде был настроен был против бога вот отец илья архимандрит илья рейзмер он рассказывал про одну женщину безбожницу которая в советские время она ну какой-то там пост занимала где-то и руководила в том числе разрушением храмов и и за ну как она сама поняла ее она была поражена стала глухонемой какая-то болезнь может быть с мозгом может что-то там в общем стала глухонемой после этого и вот такое сильное потрясение вот где-то она прочитала да о том что преподобный сергий он очень помогает вот когда она приехала в лавру молилась преподобному сергию это еще в советские годы то получила исцеление а сам отец илья вот когда он только-только приехал в лавру будучи еще совсем вот юным да то он только вот заходит в храм и вдруг вот один из старцев лавра говорит раступитесь вот идет ученик преподобного сергия и действительно потом отец илья вот тоже стал одним из учеников преподобного сергия монахом постриженником святой лавры и конечно среди вот лаврских старцев хочется назвать отца виталия отец виталия архимандрит виталий мишков он был настолько вот добродушным любвеобильным и простым в то же время что ну вот это не нечто было просто невообразимо это к нему можно было подойти спросить что-то к нему всегда тянулись люди он всегда улыбался как вот говорили про него что где отец виталий там пасха то есть всегда где он появляется там всегда вот пасхальное настроение пасхальная радость и в этом смысле он конечно был подобен отцу кириллу архимандриту кириллу павлу ну также как отцу тихону агрикова вначале был отец тихон агриков таким основным духовником старцем лавры любвеобильным добрым открытым всем потом отец кирилл и многие были подобны ему подобно отцу кириллу в том числе отец виталий и вот вот представляете отцу виталию преподобный сергий являлся неоднократно на самом деле и каждый раз он где-то вот его поправлял где-то он давал какое-то указание ну вот допустим отец виталий много лет исполнял послушание помощника эконома очень такая тяжелая конечно обязанность надо много там по хозяйству трудиться и и вот из-за нагрузок он спросил благословения у отца кирила и тот благословил ему но не каждый день посещать братский молебен утром о 5-30 утра чтобы быть уже в троицком соборе у мощей преподобного сергия а вот посещать только понедельник среду и пятницу а так обычно вот вся братья стараются собираться к преподобному сергию рано утром, чтобы спрашивать благословения, да, ну и вообще по любви к преподобному, по любви к преподобному мы идем к преподобному, Сергию, а благодать Божия это что? Благодать Божия это и есть вот явление божественной любви, конечно, благодать Божия это и сила Божия, которая врачует, исцеляет, да, защищает нас от каких-то бед, иногда вот защищает от каких-то там злых людей, да, если это вот нужно нам, полезно в данной ситуации, но благодать Божия это прежде всего проявление Божьей любви. И когда в нашем сердце тоже отклик любви, то вот это вот и есть та самая синергия, как бы встреча любви человеческой, любви Божьей. И в сердце такого человека сияет благодать Духа Святаго. И отец Виталий, он был именно таким, он и всегда стремился быть у мощей преподобного Сергия, каждый молебен братский. Но вот тут вот обязанности, значит, старец отец Кирилл благословляет ему. Можно, значит, вот вторник, четверг не приходить. И сразу же в первый день, как только отец Виталий решил не подыматься на братский молебен, вдруг его будет сам преподобный Сергий и строго укоряет. Что же вы, лентяи, вот не чтите меня? Вот только один Симон чтит меня, а это в академии был инспектор. И да, отец Виталий тут же поднялся, поспешил в Троицкий собор, и с тех пор он каждый раз, вот каждый день, он неизменно, даже когда болел, он непременно приходил на братский молебен, даже был такой случай, когда он пошел и, в общем, подскользнулся, упал, ударился сильно головой, даже на какой-то момент потерял сознание, его поднимают, приходит он себя, ему спрашивают, батюшка, у вас вот в келье? Он говорит, нет, меня к преподобному Сергию. И все равно он пошел на братский молебен к преподобному Сергию, даже когда очень тяжело болел, все равно приходил. И тоже вот было ему такое как-то видение, когда он ну, он вот именно исполнял вот эти обязанности, да, от помощника, эконома, и нужно было брать, а потом он в иконной лавке трудился. И, в общем, преподобный Сергий явился, ему сказал, что курящих на работу не принимай в лавру. То есть, вот такая особенность. И отец Виталий всегда говорил, что курение – это как самоубийство такое, поэтому он действительно не брал на работу к себе курящих людей. А если кто-то курил и хотел, например, причаститься, ну, кто-то вот из прихожан не может справиться, то он, конечно, требовал, чтобы тот целую неделю не курил до причащения святых тайн. Ну, вот, кстати, к слову, к слову, преподобный Сергий помогал и тем, кто имел пристрастие такое курение. Вот из города Дзержинский уже в наше время приезжал один человек, он вместе с родными приезжал в лавру, ну, больше как такое путешествие, даже не паломничество, а как бы путешествие, экскурсия. А потом его воцерковленные родственники, они пошли приложиться к мощам преподобного Сергия, ну, и он тоже решил заодно приложиться, а он был курящий, очень любил курить, и не был еще особо как-то верующий человек, но все равно вместе с ними подошел к мощам преподобного Сергия, тоже перекрестился, тоже приложился, и потом вот они возвращаются, значит, садятся в электричку, едут в Москву, и он по привычке выходит в тамбур покурить, только, значит, зажег свою там папиросу, затянулся, и вдруг чувствует, что ему уже не хочется. У него пропало это желание, и он выбросил эту папиросу и уже больше не курил. То есть преподобный Сергий дал ему такое знамение, хотя этот человек даже особо не просил, но благодать Божия на него так подействовал, призывая его вот в церковь, где действительно мы обретаем подлинную свободу, свободу от наших страстей, от злых каких-то привычек, дурных пристрастий. И вот отец Виталий поэтому и говорил, что вот курение, конечно, если там человек в машине курил, да, то надо машину эту как бы заново освещать, да, если там дома, то чуть ли там не дом надо заново освещать. Конечно, где-то строго покажется, но отец Виталий, который вел такой высокий образ жизни, он, конечно, мог об этом говорить, он каждый день читал Акафисты, Акафисты Божьей Матери, да, и он распределял какие-то Акафисты, ну, разным иконам Божьей Матери. И потом как-то один из братьев его смутил, говорит, что вот надо только один Акафист Божьей Матери читать, который начинается вот как, ну, известный Акафист, «взбранный воеводий», «победительный», «яко избавившись от злых», «благодарственный» и так далее. Да, потому что он как основной Акафист, а что вроде остальные, они не такие важные. И он смутился очень и пришел и решил, да, вот только этот читал, как только подымается перед иконой Божьей Матери. И вдруг слышит голос самой Божьей Матери, «читай, как прежде», «читай, как и прежде». Вот так Божья Матерь его призвала. Потом, ну, отец Виталий действительно, он был человек очень, вот прямо говорю, святой жизни. И знакомый мой отец Андрей, он тогда тоже был студентом, как и я, и вот он к нему бегал постоянно. Вот рассказывает он, у меня, говорит, зубы разболели страшно, говорит, я прихожу к отцу Виталию, ну, просто беседа, потом говорит, да вот у меня зубы разболели, ну, просто так попутно. А он так переговорит, да, пройдет, говорит. Ну, что значит пройдет, они там страшно болят. И, говорит, я выхожу, когда уже от него иду, и вдруг раз у меня полностью прошла зубная боль, и вообще там ничего не беспокоило. То есть, исцелились зубы больные его. И, говорит, второй раз там было что-то у него с животом тоже, живот болел тоже он. Отец Виталий его осенил крестным знамением. У него все прошло. И он действительно, он неоднократно имел такое вот общение с небесным духовным миром. Как-то ему святитель Николай Чудотворец тоже явился в идее и сказал, скоро ты приедешь ко мне в гости. А там как раз собиралось от лавры паломничество к святителю Николаю в Италию, в город Барри. И вот специально отца Виталия пригласили. А для этого надо было делать новый паспорт, и он понял, что, в общем-то, в паспортах новых ничего такого там зловредного нет, что были всякие споры, там принимают новые паспорта, а не принимают. А тут говорит, что раз святитель Николаев сам призвал, сказал, что приедешь ко мне, а нужны паспорта новые, то оказывается, в паспортах ничего греховного нет. И вот отец Виталий, он, повторю, что он постоянно вот к преподобному Сергию приходил. И он сам был, понимаете, настолько открыт, настолько искренен. Он выходил из храма, к нему кто-то подходит с вопросом, он обязательно отвечает. Поэтому он всегда опаздывал на трапезу, там еще куда-то. За это бывает его кто-то там попрекал, но он был, то есть он никому не отказывал совершенно. И ему сказали, проповедуй каждый день. И каждый день он в том или ином храме лавры, он проповедовал. На протяжении многих лет он произносил проповеди отец Виталий. Представляете? И вот любовь его к преподобному Сергию, она была просто удивительна. И даже когда он уже вот на одре, да, он все время молился и умер он как раз вот перед братским молебном, он будучи в больнице, и как раз вот братья лавры собирается в Троицкий собор на братский молебен и вдруг слышит 12 мерных ударов колокола, который оповестил о том, что отец Виталий приставился. И вот они все собираются к преподобному Сергию, и конечно же отец Виталий своей душой тоже пришел на этот братский молебен, потому что он никогда его не пропускал. И даже вот эти 12 ударов колокола почившим отца Виталия, они свидетельствуют, что и он тут вместе с братьями у мощей преподобного Сергия. Кстати, лаврыский старец, отец Наум, тоже ни разу не пропустил братский молебен, и даже когда у него развилась пневмония, вот когда заболел, совсем разболелся, и температура тоже вот за 40 уже, и всю ночь болело сердце, врачи запрещали куда-то выходить из келья, он все равно, превозмогая себя, поднялся, пошел на братский молебен и приложился к мощам преподобного Сергия, и после этого сердце отпустило, боли прошли, то есть Господь укрепил его, потому что и он тоже ученик преподобного Сергия. И скажу вам, что не только лаврское братье, не только старцы или простые монахи, я как-то вот уже рассказывал, наверное, такой случай, повторю его, как тоже один знакомый иеромонах, который еще в студенческие годы, вот мы учились, а он такой благочестивый был, не буду имени называть, ныне здравствуйте, чтобы не было искушения, и он в столовой подавился костью, а как, то есть кость ни туда, ни сюда, неизвестно, что делать, повели его в медсанчасть академическую, а там врача нет, говорят, через час будет, ну, может быть, пока вот сходите в Троицкий собор, его друг его ведет за руку, вот подходит к Троицкому собору, заходит внутрь, вот когда в начале притвор, а потом уже в основную часть храма, и вдруг он видит, как подходит сам преподобный Сергий, прикасается рукой к его горлу, и у него все прошло, то есть кость как будто растворилась вот эта, и уже помощь врача не понадобилась. Я помню, он тогда ходил такой счастливый, радостный, с таким сияющим лицом, как что-то вот необычное произошло, но друг его тоже хранил тайну, в общем, они этот секрет так и не выдали на тот момент, потом уже прошло много лет, я про это узнал. А другой мой близкий знакомый, Михаил, он, да, сейчас он уже и преподаватель, и историк, и такой церковный ученый, а в начале 90-х годов, когда он вот только-только выцерковлялся, он устроился в Москве на подворье святотроицко-сергиевой лавры, трудился, и вот они время от времени, да, как раз в неделю они выезжали в саму лавру, и вот один раз говорит, приезжаем мы в лавру, и там, значит, монахи, они выписывают что-то, вот закупаются, там берут какие-то товары, чтобы везти на подворье в Москву. А он всегда очень хотел именно к преподобному Сергею, а в то время Троицкий собор был открыт до 17.00. И вот монахи, они все трудятся, трудятся, никак не идут, и он переживает, попадет он или нет. И когда уже без 15.05 остается там вот четверть часа до 17.00, то наконец вот монахи они как опомнились, и давайте скорее вот к преподобному Сергею пошли. И вот когда он подходил, говорит, вот я подхожу к мощам преподобного Сергея, крещу, значит, прикладываю сначала где вот у ног, да, потом вот у рук, и потом когда дальше где вот глава преподобного Сергея, и вот он увидел, как сам преподобный Сергея, как будто поднимается и ласково прикоснулся к его голове и поцеловал его в лоб, и говорит с такой вот любовью, добротой, и на лбу, говорит, тоже так вот было тепло, и самое главное на сердце, ну действительно, ощущение такой благодати, что это через потом, на протяжении всей жизни осталось неким таким вот вдохновляющим воспоминанием. Вот понимаете, чудеса, они не могут даваться нам часто, по определенной причине. Если часто, то мы будем, мы слишком расслабимся, перестанем работать над собой. Человек искушается всем, чего становится слишком много у человека. Вот если слишком много денег, будешь этим искушаться. Если слишком много здоровья, тоже будешь этим искушаться. Если тебе слишком много дано на протяжении жизни чудес, то тоже скажешь, ну вот я там, Божий такой любимчик, чего мне, да, Господь и так все за меня сделает. Нет, это все соблазн. И тут, понимаете, мы рассказываем, но мы собрали из жизни разных людей вот какие-то случаи, которые тоже им давались, может быть, не так часто. В основном все преодолевают какие-то вот скорби, находятся в борении, да, в духовном подвиге. Иногда ослабевает человек, иногда вот поднимается, идет дальше. А чудеса вот редко, просто когда мы их собрали вместе и рассказывали, то кажется, что их много. Но иногда вот это вот чудо, оно нужно тоже как некое подкрепление, как вдохновение. И бывает тут как бы три таких вот ситуации. Либо чудо дается в самом начале духовного пути, кому-то вот прямо вот при крещении дается, кому-то там что-то. И это оно вдохновляет на дальнейшие подвиги. Потом и бывает так, что вначале человеку не дается, потом на протяжении, где-то в середине своего пути он ослабевает или равнодушным становится. И вдруг раз ему от Бога какое-то знамение, он вдохновляется этим и идет дальше. А кому-то бывает так, что он всю жизнь трудится, никаких чудес знамени не видит. И вдруг вот там перед смертью, да, ему дается как некое вот утешение. А кому-то, может быть, он ничего не встретит, но зато Господь его ожидает. Представляете, какая милость будет ему, когда он вот терпеливо прошел весь этот жизненный путь и уже расставшись с телом переходит ко Господу. И вот неважно, монах ты или мирянин, все равно Господь тебя видит. И святые, которые вместе с Господом, они же исполнены той же самой Божьей любви. Их сердца как вместилище божественной любви, они сами откликнулись на эту любовь. И они тоже нас любят, они тоже видят и помогают. И вот один предприниматель, Сергей, подмосковный предприниматель, причем у него такая судьба была тоже не очень такая вот, ну, гладкая. Он прошел войну в Афганистане, и там, выпивая, вот как-то они с другом пошли на очень такое нехорошее, в общем, совершили дело. Ну, какой, прямо скажу, что, в общем, в этом угаре пьяном они решили сыграть в русскую рулетку, да, то есть вот револьвер, там какой-то наган, ну, или револьвер какой-то у них был. Вот один патрон ставили, решили барабан так вот крутануть, да, и выстрелить в шутку себе в голову. Ну, пьяные были. И вот друг, когда нажал на спусковой крючок, то выстрел, и он сам себя убил. И вот этого Сергея, у него такой шок, да, и он после этого вообще, конечно, не пил, перестал пить, и потом, конечно, задумался о жизни, вот о смысле жизни, о Боге, уже стал как-то вот иногда молиться, и он занимался предпринимательством. Да, и был у него какой-то вот бизнес в Подмосковье, там производство, роботизированное производство. Ну, а из-за того, что конкуренция, то было много переживаний. И там кто-то пытался у него отсудить какие-то помещения. И он настолько вот переживал, что уже, говорит, я весь вот такой дерганный был уже, его ломало всего, да. И вот он приехал к преподобному Сергию, к мощам преподобного Сергия, и стал молиться, говорит, вот преподобный отче Сергий, я уже больше не могу, помоги мне. А это было как раз перед каким-то там решающим судом. И, в общем, когда он так помолился, вот приложился к мощам преподобного Сергия, то у него все боли прошли, а суд был выигран. То есть преподобный Сергий, он видит нас, и вот если у тебя что-то отымают, да, если какие-то вот в бизнесе там нападают, ну почему это происходит? Потому что есть дьявол, да, потому что есть злоумышленники, они какие-то искушения влагают в умы злых людей, те пытаются что-то отнять. Но мы всегда можем обратиться к преподобному Сергию, и не только к нему, но и к святителю Николаю Чудотворцу, и к блаженной Матроне Московской, вообще к тем святым, которые рядом с нами, да, вот храмы какие-то посвящены им, да, или почитаем иконы, или просто мы любим какого-то святого, и они нас слышат, и они нам помогут. То есть, самое главное, это вот искренний отклик нашего сердца, чтобы мы вот всей душой, вот как такой прям глубокий вздох души от самого сердца, вот воздохнуть, сказать, вот преподобный Отче Сергий, помоги, да, и не только ему, Божья Матерь, Пресвятая Богородие, спаси, защити, сохрани, Господи, укрепи, сохрани нас. И такая молитва, она, конечно же, исполнится, потому что у Бога никто не забыт. Вот тоже в Сергиевом Посаде один такой пожилой уже человек, Николай, у него, ну это уже такие простые, конечно, случаи, после травмы там не разгибался палец, а он такой трудяга, и это все, конечно, мешало, что палец не работает, и жена дала ему, там где-то лежало у них масло, елей от преподобного Сергия, слампат, которые висят у мощей преподобного Сергия, ну и он стал мазать, и потом не заметил, как палец уже двигается, и он думает, дай-ка я помажу себе и грыжу, потому что у него была грыжа, и каждый утро он корсет специально надевал, да, и когда тоже душ принимал, вот он, значит, там растягивал, мылся, потом вправлял все это, и вот он говорит, дай-ка я помажу себе и грыжу, и тоже стал мазать, причем масло это было такое давнее, уже загустевшее, да, и вот он мажет, мажет, потом, значит, тоже пошел мыться в ванную, и выходит, и вдруг пытается вправить, смотрит, а у него все мышцы ровные, то есть никаких там нет вот этих выпадений кишок, да, то есть грыжи никакой нету. Он удивился, все равно одел корсет, потом на ночь снял, утром просыпается, смотрит, нет грыжи, то есть нету, и все тут. Пошел к врачам, они говорят, ну это не может быть, да, то есть грыжа, она, там вот эти мышцы, они не могут просто так вот сомкнуться, надо, чтобы их сшили там или какие, ну я не знаю, там хирургические какие-то мероприятия, то есть просто так она зарасти не может, а вот чудом Божиим, когда есть такие угодники, как преподобный Сергий, может, и таких случаев на самом деле их множество. Вот расскажу про своих знакомых, которым в детстве явился преподобный Сергий, причем явился не в каком-то сонном видении, а наяву, и я даже назову их имена, это София Ильинична Буличук, сын ее главный редактор на радио «Радонеж» трудится, вот, сама она же, конечно, в годах, да, и ее старший брат Михаил Ильич Буличук, они в детстве, ну, они всю жизнь в Сергиевом посаде, и вот мама их, она трудилась в больнице, вот, за Лаврой, улица Кирова, и там вот в самом конце на Кировке больницы, а дети больше всего боялись грозы, и вот как-то вот мама задержалась на работе, ну или просто там трудилась, и вот ей надо уже домой, вдруг видит, что собираются тучи, находят гроза, и там и молния уже блещет, и она испугалась, побежала, а путь как раз мимо Лавры преподобного Сергия, она молится преподобному Сергию, чтобы вот он как-то помог в этой ситуации, а дети были маленькие, Софии было 5 лет, а брату 8 лет, то есть нельзя сказать, чтобы они, ну, не соображали, они помнят до сих пор, и в общем, как она рассказывает, что в какой-то момент, вдруг видим, заходит старец в монашеском одеянии, и он начал с ними очень ласково по-доброму разговаривать, причем они не испугались совершенно, он назвал их по имени, и, ну, мы-то думаем, что вот он скажет какие-то там откровения сверхъестественные, там какое-то предсказание или еще чего, на самом деле очень простые слова, он сказал, что не пугайтесь, вот мама скоро придет, ну, какие-то простые слова утешения, да, но в этом проявлялась огромная его любовь и добрая такая забота, и потом, значит, вдруг они смотрят, а его уже нет, а мама прибегает, отмыкает дом и с удивлением видит, что дети, они совершенно не боятся, да, то есть они не переживали, как будто не заметили этой грозы, и они рассказывают, а вот тут был старец, вот такой, потом впоследствии, конечно, брат вспоминал, что он, ну, одеяние, как на иконах, вот у преподобного Сергия так было, но самое интересное, вот что, я же с ними беседовал часто, да, вот Софья Ильинична, она как раз выросла, как очень такая воцерковленная, трудилась в лавре, да, дай бог ей здоровья, а вот брат Михаил Ильич, он вырос, он как, ну, долгое время за границей жил, и когда с ним встречались мы, он часто так вот как-то скептически, ну, вот есть ли что-то там в духовном мире, ну, вот умирает человек, неизвестно, что там, есть ли жизнь или нет, и потом в какой-то момент я вдруг ему напоминаю, ну, а как же вот тот случай, помните, в детстве вот вам было явление, когда преподобный Сергий, и он вдруг неожиданно говорит, да, да, вот это действительно было, значит, видимо, что-то там, все-то такое есть, и мы какой вывод отсюда делаем, что, конечно, чудеса, которые даются через святых или от Бога, они, да, они утешают нас, они нас вдохновляют, но они не могут поменять нашу жизнь полностью, если мы сами не работаем над собой, то есть, если ты, получив какое-то чудо от Бога, не будешь потом молиться, да, обращаться ко Господу, то духовный мир тоже окажется для тебя, ну, где-то вот он там, он вроде есть, но где-то там, и если ты не будешь вспоминать про Бога, и вот не имеешь живой молитвы ко Господу, то для тебя, как будто духовный мир умирает, точнее, ты сам умираешь для духовного мира, поэтому не чувствуешь этих реалий и живешь вот как в каком-то тумане, поэтому, конечно, недостаточно нам иметь чудеса, нам нужно постоянно работать над собой и обращаться ко Господу. А вот еще случай тоже с знакомым, с которым мы учились вместе, отец Юлии Кустанов, Юлия, немножко редкое такое имя, да, он в городе Миаз в Благовещенском храме служил, и вот в 2012 году на праздник преподобного Сергия, осенний праздник, 8 октября, и вот он выходит проповедовать нам вон, всегда он проповедовал, и тут вдруг как будто кто-то его повел за руку, и он решил проповедь, ну вот как будто именно кто-то повел его, в середине храма уже, возле иконы преподобного Сергия, и прошел к иконе, начал там проповедовать, и в этот момент, в этот момент, это что-то невероятное, вдруг влетает в храм автомобиль, оказалось, что, а храм у них деревянный, оказалось, что какие-то ребята, вот они там разогнались, и не рассчитав скорость, в общем, они с дороги вылетают, и автомобиль летит в деревянный храм, и на высоте двух метров врезается в церковь, и как раз пробивает вот эти деревянные все стены напротив того места, где стоял бы во время проповеди нам воне отец Юлии, там полетели вот эти бревна, доски, он явно мог быть покалечен, а может быть даже с жизнью бы расстался, но как будто вот действительно преподобный Сергий в день своего праздника отвел его от этого места, и вот так он остался жив, спасся, то есть в этом тоже явное чудо преподобного Сергия. И, наверное, вот расскажу самый последний такой случай, уже связанный с Московской духовной академией с 2012 годом, когда, ну такой вот кризис, он, конечно, локального характера может быть, не прямо так, чтобы совсем мирового, ну а может быть и мирового был характер и кризис, не знаю, но в любом случае затронул немножко академию, и вот пожертвования, они несколько иссякли в тот момент, и это сказалось на продуктовом складе, то что бывают, знаете, вот целевые какие-то пожертвования, когда, допустим, кто-то жертвует средства строго там на реставрацию, да, или там на строительство, и они могут быть потрачены только так, и все. А в то время, в общем, оскудили средства и не знали, как быть, что делать, и, в общем, обращались за помощью, и отец Игорь Михайлов, который был помощником ректора Владыки Евгения по представительской работе, он тоже стал обращаться, и вот, значит, к одному тоже выпускнику, обращались к выпускникам Московской духовной академии, один выпускник, отец Алексей, он во время проповеди, значит, в конце уже службы у себя в храме говорит, что духовная школа, Московская духовная академия, семинария, а там и регенская школа, и конописная школа, и все это в обители преподобного Сергия, вот, духовная школа нуждаются в нашей помощи, и вот надо как-то помочь, и вдруг одна женщина, присутствовавшая в храме, она вдруг сразу говорит, я должна помочь, я очень как-то бурно так отреагировала, обычно все спокойно стоят в храме, а тут она прямо, вот, я должна помочь, и действительно, они помогли, муж у нее предприниматель, достаточно богатый, вот они сразу две фуры, крупные фуры, заполненные продуктами отправили, это дало возможность продержаться какое-то время, потом финансовая помощь восстановилась, и потом вот отец Игорь Михайлов, он приглашал эту женщину, Елена ее зовут, значит, в академию, ну, в музее она не очень так внимательно рассматривала экспонаты, потом по лавре, ну, посмотрела, да, когда к мощам преподобного Сергия подошла, она вдруг расплакалась, и вот потом она рассказала, рассказала во время обеда вот свою историю, оказывается, некоторое время назад она была парализована, у нее были поражены, ну, как, отказали ноги, не знаю, что там за заболевание, но, в общем, она оказалась прикована к постели, не могла встать, и, будучи богатыми людьми, они пытались искать разные там медицинские методики, лекарства, врачей, специалистов, я не знаю, там, мануальной терапии, там, еще чего-то, и ничего не помогало, вообще ничего, и потом вдруг происходит чудо, но оно происходит в несколько таких необычных условиях, вот, так как она еще тоже, видимо, не очень выцерковленная была, у нее там целый день включен телевизор, и вот в какой-то программе, там просто какой-то сюжет, она даже не обратила внимания, но там были показаны, был, купола храма, голубые купола с золотыми звездами на них, и вдруг она ясно слышит голос, приходи ко мне, тебе надо ко мне, и она вдруг понимает, что надо ей туда, где вот эти голубые купола, а что это такое, она ничего не знает, зовет мужа, там, пытается узнать, и вдруг узнают, что это в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, Успенский собор Лавры, и тогда она тут же говорит, вот давай, скорее нам надо туда, собирайся, поехали, и на следующий день утром они приезжают, и сами того не зная, они приехали, это был летний праздник преподобного Сергия, 18 июля, летом, то есть получается так, что преподобный Сергий призывает ее в самый день своего праздника, и вот, ну, два охранника несут ее там на какой-то сидушке, в таком сидячем положении, она не может сама пойти, подходит, а там очередь на праздник преподобного Сергия, вот, от главных святых врат и до Троицкого собора, и ей говорит, вот, давай, давай, сюда становись, не знаю, почему их не пропустили сразу, да, но я помню, что действительно как-то мельком глаз так увидит, вот очередь, и там на сидушке такой вот кого-то несут, я бы меня удивил, что вот они стоят в общей очереди, и, в общем, они немножко так вот продвигаются, там, конечно, уже и литургия поздняя наверняка завершилась уже там и молебен, и потом вдруг, это вот такая редкость, обычно всегда ясный день на праздник преподобного Сергия, вдруг пошел проливной ливень, я вот помню очень этот день, когда, ну, просто какой-то необычайный ливень, но из-за этого ливня вся та очередь рассеялась, и они смогли пройти спокойно в Троицкий собор, а там их уже пропустили к мощам преподобного Сергия, и вот когда ее приносят, и она видит перед собой раку преподобного Сергия, и она с удивлением спрашивает, так что же, он не живой, и тут ее прикладывают к мощам преподобного Сергия, и она теряет сознание, а ее, она просто, когда голос до этого слышала, тебе надо ко мне, она воспринимала как живого именно, в буквальном смысле, тот, который находится в обители преподобного Сергия, где вот эти голубые купола с золотыми звездами, и очень хотелось вот с ним встретиться, и вот, значит, она теряет сознание, ее относит в машину, на обратном пути она пробуждается, приезжают, и она сама того не замечая, вдруг выходит из машины и говорит, ну что, нам вот пора ужинать, и вдруг видит, она уже стоит на ногах, исцелилась и начинает плакать от радости, потом они опять поехали на следующий день, а отец Игорь ее спрашивает, так а вы видели преподобную Сергию? И оказывается, да, вот во время этого сна, когда она потеряла сознание, она увидела самого преподобного Сергия, который и сказал, ты здорова, только больше не греши. И он сказал тоже с добротой, такой любовью, ласково очень, ну не знаю, что там за грехи были, но вот такие слова, ты здорова, только больше не греши. И она, конечно, решила тоже поменять свою жизнь, но вот она приехала опять на следующий день, они приехали с мужем, ей хотелось очень посмотреть, найти вот тот образ, как явился ей преподобный Сергий Радонежский, да, там и, значит, она смотрела все иконы, никак не могла узнать, и потом в Ризницу Лавры ходила, где пелена, первый покров на гробнице преподобного Сергия, который сохраняет прижизненные черты преподобного Сергия, это знаменитая такая пелена, двадцатые годы пятнадцатого века, но тоже вот никак не может узнать, а потом она заходит в надкладезную часовню попить воды, и, а там слева такая вот икона висит в этой часовенке, где изображается, как преподобный Сергий молится, как раз вот одарование этого источника, одарование источника обители. И вот она как увидела, она тут же закричала, это он, это он, я говорю, матушка, вы чего, кричите, она говорит, это вот кто изображен, это преподобный Сергий. Вот так она узнала того, кто ей явился, и потом проходит какое-то время, заходит она в храм и вдруг слышит, как батюшка говорит, что духовные школы в обители преподобного Сергия очень нуждаются в помощи, хорошо бы помочь, и она понимает, что в знак благодарности ей нужно теперь откликнуться и помочь духовной школе, потому что это как бы благодарность за то исцеление, которое преподобный Сергий ей оказал. Поэтому так вот она поступила, и мы видим удивительный, конечно, и промысл Божий, и чуткую заботу Божию о людях, и то, что болезни нам не случайно подаются, и когда нужно, Господь может запросто исцелить. И то, что мы рассказали, конечно, это далеко не все чудеса преподобного Сергия, и, конечно, много и других тоже таких вот случаев, но не будем мы затягивать, ведь самое главное не то, что вот мы чего-то рассказываем, а то, что преподобный Сергий, он действительно живой, он действительно нас слышит. Мы можем обратиться к нему в молитву, но обращаться именно как живому, так вот тому, кто пред Господом предстоит и сострадает нам, любит нас. Вот так, братья и сестры, будем помнить вот эту удивительную милость, которая оказывается через преподобного Сергия, да и через всех остальных святых, да, потому что святые, повторим, они наполнены Божьей любовью к нам, они сострадают нам, хотят, чтобы мы тоже спаслись, освободились от своих грехов и вместе с ними были в вечном Божьем Царстве, так что от души помолимся преподобному Сергию, чтобы он нас не забывал, да, ну и будем стараться по возможности, конечно, тоже, пока живем, делать добро друг другу, прощать своих обидчиков, молиться друг за другу, чтобы вместе сообща нам спастись. Преподобный Отче наш Сергия, моли Бога о нас! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok